Фирма по установке дверей воспользовалась тем, что хозяйка инвалид по зрению издала работу с грубейшими нарушениями. В чем дело? В отсутствии совести или профессионализма разбирался наш корреспондент. Смотрите очередной сюжет рубрики «Контроль качества». Пользуемся мы... Ну вот, отвертка торчит. Вот так вот. Удобно? Нет. Отвертка вместо ручки и монтажная пена вместо откосов. Такую дверь в начале октября Наталья Ипполитовой смонтировала фирма «Горизонт». Рабочих не смутило, что хозяйка инвалид по зрению, ничего не видит. В суть договора Наталья Ивановна не вникла. А зря. Я спросила, вы наличники делаете? Нет? Не делаем. Я говорю, а почему? А почему так? Должна дверь быть, что ли? С дырками и пена плохая. Они говорят, за другую цену. Новая дверь оказалась уже старой на 10 сантиметров, о чем хозяйку даже не предупредили. И теперь домочадцы попадают в ванную чуть ли не боком. За всю работу Наталья Ивановна заплатила 14 тысяч 425 рублей. Юристы стали разбираться и выяснили, что клиент еще и переплатил. Как пояснила Наталья Ивановна, она оплатила при заключении договора предоплату в размере 12 тысяч рублей. Мне непонятно, по какой причине сотрудники организации указали, что предоплата внесена в сумме 11 тысяч рублей. Я не знаю, как это назвать, невнимательностью или как бы умышленно, может быть даже мошенничеством. Я не знаю, что это такое. Дочери Натальи Политовой месяц пытались, во-первых, усовестить фирму «Горизонт» и заставить довести дверь до ума. Во-вторых, выяснить, почему так дорого. Ответ их просто обескуражил. Если отследить такие же услуги других компаний, в среднем стоимость такой двери обойдется в 6-7 тысяч с установкой. То есть цена завышена в два раза. На что было отвечено, что вы просто не представляете, это уникальная дверь, в нее входят серебряные нити. Фирма «Горизонт» располагается на втором этаже бизнес-центра «Волга» в Энгельсе. Правда, никакой указывающей таблички здесь нет. Руководителя Олега Ковальчука на рабочем месте не оказалось. Секретарь Катя сообщила, что ничего о деле с дверью не знает, так как работает всего месяц. Впрочем, фирме «Горизонт» и самой без году неделя. А сама фирма давно существует? Да, она в 5-й месяц. В 5-й месяц? Это чей-то филиал или прямо вот у нас, Энгельская? Нет, это украинская. Украинская? Да. Секретарь долго отказывалась даже зафиксировать претензию во входящих документах. Ей и не вдомек, что это прямая обязанность секретаря. Зато с шефом она общается на «ты» и поговорить с ним по телефону выходит в коридор. И вот итог разговора. Он сказал, он приедет, рассмотрит претензию и свяжется по телефону. Если руководитель ООО «Горизонт» не выполнит свое обещание в течение 10 дней и не вернет деньги, то родственники обманутой женщины обратятся в суд. Юристы выяснили, что фирма нарушила свой же договор – выполнить работу в течение 40 дней. Так что теперь у Натальи Политовой есть все резоны выиграть это дело в суде. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.